Всем привет, с вами Веня Пак, добро пожаловать и обратно на LinguaTrip TV И сегодня мы с вами поговорим о вашем самым любимом Present Perfect Поэтому, если вы готовы, поехали! Для начала давайте разберем самые популярные ошибки, которые люди допускают, когда дело доходит до времени Present Perfect Ошибка номер один Ошибка номер одинаковых рабочих скамей via email или phone Ну, знаете, Present Perfect, во-первых, это настоящее время И потому что это настоящее время мы говорим о каком-то действии, которое происходит и происходило все время от какого-то прошлого по настоящее время И ключевые слова in the past few years являются показателем того, что это что-то началось в каком-то прошлом И все это время происходило и происходит сейчас То есть In the past few years there has been an increase in illegal job scams via email or phone Ошибка номер два Since then we went to California every year То же самое, если вы говорите went to California every year, звучит так, как будто вы уже перестали И это окей Но если вы не это хотите сказать, вы хотите сказать, что вы до сих пор это делаете То есть раз в год с тех пор вы ездите в Калифорнию То тогда лучше сказать Since then we have gone to California every year Ошибка номер три I am in the US since 2013 Нет, просто нет Здесь даже объяснить никак не могу, почему это неправильно Это просто неправильно И так говорить не нужно I have been in the US since 2013 Очередное доказательство того, что present perfect это все-таки настоящее время Потому что вы хотите как раз таки передать эту идею как в неправильном первом предложении I am in the US Да, то есть я сейчас с тех пор Ошибка номер четыре Did you live here since you were a kid? Тут две ошибки Во-первых, have you lived here? Во-вторых, since you were a kid Согласование времен Просто, знаете, если вы используете present perfect Хоть это и настоящее время Все равно точка отсчета у нас как в каком-то прошлом И как раз таки since you were a kid является этим маркером машины времени Которая помогает нам понять, что мы отправляемся в какое-то прошлое для этого предложения Хоть и предложение в настоящем времени И последняя ошибка My friend was a working actor since a young age Здесь нет ошибки Просто это значит, что он уже перестал быть работающим актером Либо он до сих пор актер и уже не работает просто Либо он вообще бухгалтер теперь А если вы хотите передать смысл того, что он до сих пор это делает То My friend has been a working actor since a young age Неприятное чувство, когда вы учите английский уже столько времени И все, что вы делаете, вы ничего не поменяли И оно когда-то работало, но сейчас почему-то перестало И вы чувствуете, что вы застряли И не можете никак сдвинуться с этой мертвой точки, с этого места Если вы чувствуете себя так же Не переживайте, потому что я хочу вам сделать официальное приглашение На супер новую версию нашего самого популярного курса От Intermediate до Advanced Он теперь больше, он теперь лучше Там теперь больше всего Мы даже добавили нового учителя-носителя языка Поэтому если вы готовы сделать этот скачок до уровня Advanced И вы готовы делать это прямо сейчас, вы устали ждать То переходите по ссылке в описании под этим видео Окей, дорогие друзья, так как мы разобрали самые популярные ошибки Пришло время нам все-таки посмотреть на этот Present Perfect И посмотреть, что это вообще такое Для чего он нужен Ну давайте обратимся к моим любимым схемам Present Perfect Как его построить? Здесь все очень просто У вас есть подлежащее Потом вспомогательный глагол И в данном случае это будет либо have, либо has В зависимости от подлежащего То есть, если ваше подлежащее I, you, we, they То вы используете have И если это he, she, it То вы используете has И это только местоимение В целом, если ваше подлежащее является существительным В множественном числе, вы будете использовать have И в единственном числе, вы будете использовать has И после этого глагол в третьей форме В форме Past Participle Если это правильный глагол, то вы просто добавляете ed Как lived И если это неправильный глагол, вы используете третью форму Которая называется Past Participle Например, eaten Двигаемся дальше И вот, в принципе, весь смысл Present Perfect Что-то началось когда-то в прошлом Даже не важно, когда Если важно, то мы скажем since, например И все это время это продолжалось До настоящего момента И включая в себя и настоящий момент тоже То есть, мы любим говорить о каком-то жизненном опыте Например Я уже это делал, я у меня уже такой опыт есть Фокусируйтесь всегда на настоящем времени Не забывайте, что Present Perfect Как вам название времени подсказывает Является настоящим временем Present Поэтому главный фокус всегда на настоящем моменте Да, мы берем что-то из прошлого Мы упоминаем что-то из прошлого Но главный фокус всегда на настоящем моменте Например I've been here before Мы пришли с вами в ресторан И я говорю I've been here before Неважно где, когда и с кем Просто такой жизненный опыт у меня уже есть Это не первый раз для меня I've been here before Фокус на настоящем времени I've already seen it Я уже это видел I've already seen it Не показывай мне больше это Что ты включил мне это видео? I've already seen it Жизненный опыт Уже такой опыт у меня имеется Или отсутствие опыта Например I've never felt this way before Я еще так никогда не чувствовал себя I've never felt this way before Такого опыта у меня нет Это мой первый раз I've heard this joke twice Два раза я уже слышал эту шутку Не надо мне третий раз рассказывать Я вот такой жизненный опыт У меня сейчас уже есть Я вижу по твоим глазам Что ты готов Начать рассказывать эту шутку И я просто хочу тебя предупредить I've heard this joke twice И вот разные подсказки Ключевые слова Которые помогут вам понять Когда используют present perfect Так называемые слова-маркеры Это already Yet и still Never и ever Сколько-то times Например Twice Three times Four times A hundred times A thousand times Before Since И For Ну и вот там present perfect Если вы позволите этому времени Уполнять его работу То это будет очень легко Present perfect это очень хорошее время Его нельзя путать с past simple Past simple любит всякие детали Подробности Когда что-то конкретно Произошло в прошлом А present perfect это настоящее время Вы говорите о том Что на данный момент Я является актуальным Или не актуальным I've been here before I've seen this already I've heard this before Вот и все Удачи Продолжайте заниматься И учиться С вами был Вене Паку На канале Подписывайтесь На наш канал Если вы этого еще не сделали Потому что мы укладываем видео Каждую Неделю И если вам это видео понравилось То вы просто подождите Следующей неделе И потом еще следующей Я думаю вы поняли Спасибо большое за просмотр Увидимся в следующий раз Peace